Продолжение следует... 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 Добрый день, участники брифинга. Спасибо за вопрос, очень объёмный вопрос. Я хотел бы сказать, я думаю, все участники со мной согласятся, что темпы развития транспортной инфраструктуры должны идти опережающими шагами, чем объёмные показатели. Это произошло в Казахстане благодаря программе «Нурлужов», инициированной главой государства. И, соответственно, на сегодняшний день мы имеем не просто достаточно высокую пропускную способность к тем прогнозируемым объёмам, которые мы запланировали, но мы имеем целый ряд и комплекс мероприятий, которые уже воплотили на сегодняшний день. Если посмотреть развитие транспортной инфраструктуры, оно не ограничивается просто пропускной способностью, допустим, стыковых станций или железных дорог. Это целый комплекс мероприятий, включающий в себя развитие сухих портов, свободноэкономических зон, транспортно-логистических центров для того, чтобы мы имели возможность оказывать полный спектр услуг с центрами консолидации, деконсолидации. И на сегодняшний день, если вы посмотрите наши объекты инфраструктурные, включая Сухой порт, СЭС-Харгос, Восточные ворота, сеть транспортно-логистических центров, припортовую Каспийскую инфраструктуру, новый порт Курык, расширение порта Актау в северном направлении, то мы можем смело заявить, что мы на сегодня готовы полностью обеспечить все те прогнозируемые объемы по, во всяком случае, транзиту, как основному драйверу роста транспортно-логистических услуг, так и по всем видам других услуг, включающих мультимодальный транзит, включающий доставку до дверей. Это только первый этап. Второй этап мы уже приступили и уже успешно по нему двигаемся. Это так называемая инфраструктурная логистика. Мы привлекаем крупных мировых игроков в наши инфраструктурные активы. Как возможно, вы знаете о вхождении одной из крупнейших мировых шиппинговых компаний, как Коско Шиппинг, в капитал Сухого порта. Порт Леонидгань также вошел. Также проводим работу с такой компанией, мировой, известной как DP World. И, соответственно, будем продолжать наши альянсы по развитию дальнейшей и реализации транзитно-транспортного потенциала. Уже ряд альянсов успешно функционирует, такие как объединенная транспортно-логистическая компания, транскаспийский международный транспортный маршрут, где мы установили единые гибкие тарифные подходы, единые технологические схемы. Я так думаю, что создание таких альянсов в полной мере нам поможет реализовать все те поставленные задачи, которые перед нами имеются. Спасибо. Продолжение следует... 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 Это упрощение, ускорение всех таможенных процедур. И мы думаем, что с его принятием, с его сейчас вводом в действие ускорятся все эти процедуры. Это первое. Второе, конечно же, наши транспортные компании, наши экспедиторы, они в первую очередь озабочены тем, чтобы были хорошие условия. Условия для транзита – это и для контейнеров, которые сейчас идут по железной дороге, грузы, которые перевозят с автомобильным транспортом. Если посмотреть по цифрам, то у нас по сравнению с прошлым годом автомобильный транспорт почти на 50% больше перевез транзитных грузов. Ну, а в ВВП нашей страны последние уже 3-4 года транспорт занимает 8%. Это очень большая цифра. Хотя есть резервы, мы были в Литве, там 13-15% доля транспорта ВВП. То есть мы к этому тоже должны стремиться, использовать наше географическое положение. Ну, много делается, вот то, что Сандар Бахтыч сказал, части строительства транспортно-логистических центров, работа с нашими партнерами за рубежом. На взгляд со стороны бизнеса, мне кажется, что сейчас мы подошли к такому состоянию, когда нам необходим орган, который должен координировать вот эту транспортную политику, транзитную политику, проводить работу за рубежом, привлекая эти грузы и как бы проводя эту политику по увеличению транзита. И на наш взгляд, вот как бизнес, как ассоциации, хотел бы сказать, что нам нужно, мы считаем, что необходимо возрождать наше министерство транспорта. Оно для нас нужно, потому что это тоже драйвер, это наша большая территория. И сейчас мы уже должны не только вкладывать деньги в развитие инфраструктуры, но и в то, чтобы его правильно использовать, развивать ее. Мы сейчас уже говорим, что мы сейчас говорим. Мы сейчас говорим, что Китай, Казахстан, Азербайджан, Каспий, Турция, Европа, которые находятся в Европе. Мы сейчас знаем, что мы знаем, что мы знаем? Мы знаем, что мы знаем. Мы знаем, что Казахстан, Азербайджан, Казахстан, Казахстан. Мы говорим, что дамутат уже 2-4 сантиметра. Мы находимся на 40 порт салоны. Он тоже кумок берет. Рахмет. Ну вот мы слышим и знаем прекрасно, вот и сейчас подтверждение этому есть, о том, какие масштабные задачи делаются и создание международных транспортных коридоров. Это объединение усилий уже разных стран. В связи с этим и информационные потоки разных стран уже должны объединяться, потому что решение, задача одно – правильно и в полной мере информировать общество наших сторон о том, к чему мы идем, о тех положительных моментах, которые, если не сейчас сразу, то постепенно мы к этому придем. И вот глобальные тенденции цифровизации затрагивают все отрасли экономики. И коллеги меня поддержат, и нашу сферу медийную тоже в том числе. Разные методы коммуникации, разные средства коммуникации, разные аудитории, кому необходимо доносить то, что происходит в транспортной сфере. Для бизнес-сообщества один язык, одни современные технологии и методы. Для населения, что тоже очень важно для общественности, для широкой, для наших граждан, доносить другими методами, другим языком. Мы будем использовать и используем один из приоритетных задач, одна из приоритетных задач, поставленная президентом страны – это цифровизация. Скажите, пожалуйста, в связи с этим у меня вопрос к Ерхат Сельковичу. Каким образом процессы цифровизации затрагивают транспортную отрасль? Спасибо большое за приглашение. Хотел сказать, что цифровизация, если ее правильно воспринимать экспертами, есть автоматизация и цифровизация. То есть технологические перевооружения нужны и эвакционно она развивается. Но понимание правильной цифровизации именно в логистике, мне кажется, это улучшение работы с клиентом. Сегодня клиент очень избалован, он хочет нажать кнопку, и все услуги быстро исполнены. И, как сказал Санжир Багазович, да, инфраструктура строится, дороги, аэропорты, вы знаете. Но если не будет создан сервис для предпринимателей, в частности, который бы удовлетворял их по времени, по стоимости, это на самом деле большого объема не даст, по крайней мере, внутренние перевозки. Транзит, он, наверное, с точки зрения глобального перевозок, здесь КТЖ очень активно работает, и электронные поезда создают, когда фактически не тормозятся поезда, там в течение часа буквально проверяются номера и отпускаются. Было время, вы знаете, иногда стояли по три дня, сейчас это совсем буквально на часы, на минуты проходит поезда. Вы знаете, порт Октава тоже в свое время стоял и два дня, сейчас там и три часа. Все это позволяет за счет того, что используется цифровизация. Но знаете, вот эта тенденция, наверное, всем вообще известна, это юберизация. То есть сегодня просто там содержать автотранспорт и ждать, что он окупит себя, уже нет необходимости. Вы знаете, даже сегодня такси, пытается Акиматы перейти. Из-за чего это происходит? На самом деле это происходит, чтобы все-таки поймать хорошую цену. Если транспорт не будет правильно оптимизировать свои расходы, бесконечно идет борьба между видами транспорта. Это с автомобилистами, с железнодорожниками. Поэтому каждый из этих видов транспорта пытается оптимизировать свои косты, расходы за счет того, чтобы оптимизировать потоки. То есть юберизация, вы знаете, это просто использование того транспорта или вагона, который находится в этом месте. Это обмен информациями. Ну и потом элементарно, мне кажется, поскольку логистика это международный бизнес, мы не можем находиться в вакууме, который, условно, ссылаться на то, что у нас что-то недоразвито. Ну, простой пример, в аэропортах у нас до сих пор не внедрён Ефрейд. Это простой пример, когда самолет прилетает, и мы вынуждены брать бумажный документ, рассматривать. Самолет стоит в этот момент. И потом, изменив какие-то документы, ты разрешаешь его растомажить. Ефрейд позволяет в электронном виде ещё до вылета самолёта всё отправить. И по плану вроде он должен внедриться там нормативно, но вот эти замедления решений этих технических, они на самом деле создают проблемы для простого бизнеса, который хотел бы скорости и хорошей стоимости. Поэтому цифровизация, она касается всех и вся, и здесь чёткий есть индикатор, доволен ли клиент. В данном случае в логистике это работа с бизнесом, с клиентами. В первую очередь надо спрашивать клиента. А клиент, он бывает во всём мире. Он привык в Гонконге вот так услугу сделать, он хочет и в Астане, чтобы было. Поэтому мы должны постоянно работать и коттеджи в данном случае, и вообще наш транспортный бизнес и частный. Он где-то идёт очень хорошим темпом, где-то идёт замедление. Но я думаю то, что глава государства поручил, и сегодня создано отдельное министерство, отдельный вице-премьер, отдельная команда. «Астана Хаб» создан. Кстати, мы в рамках МПП создали такое направление «Логтэч». То есть мы соединили всех наших айтишников, которые занимаются автоматизацией в логистике, с нашими отраслевиками, и пробуем вот эти потребности транспортников решить с нашими айтишниками. Здесь тоже поддержку даёт и Каз Логистик, и в данном случае площадка МПП. Работы много, и цифровизация, я думаю, она только в начальном пути, и я думаю, должны быть конкретные результаты. Спасибо. На 18-й годы очень большие планы. Получается, вот недавно в Варшаве была встреча, сказали, через Китай, через Казахстан китайские грузы вырастут 2,3 раза. На 21% где-то там цифра была. За счёт чего такой рост будет? Вот за счёт новых путей или какие-то за счёт эффективности? Давайте я небольшую предысторию расскажу. Если в 2011 году через Казахстан проходило транзитом в сторону Европы тысяча контейнеров, то по результатам 2017 года мы имеем рост в 201 тысячу. Какой вид бизнеса может себе позволить в течение 7 лет увеличиться в 200 раз? В этом году мы предполагаем и прогнозируем то, что будет практически двойное увеличение это в направлении Китая и Европы. Если посмотрим на структуру транзита, то сопредельные страны увеличивают свой транзит только в рамках увеличения роста своей экономики. То с точки зрения транзита из Китая в Европу, который традиционно шёл морским транспортом, а там объёмы большие – от 20 до 30 миллионов контейнеров в год, и, соответственно, мы имеем здесь неограниченный потенциал. Поэтому рост идёт очень серьёзный, и благодаря сопряжению политик Нур-Лыжоу «Один пояс – один путь», благодаря инфраструктурному развитию мы на сегодняшний день имеем такие цифры. И мы прогнозируем то, что к 2020 году транзитом через Казахстан пройдёт порядка 2 миллиона контейнеров. Это очень серьёзная цифра, и с точки зрения инфраструктуры и развития коридоров, альянсов, обеспечения подвижным составом мы готовы к этому. Спасибо. Спасибо. Альян, курмитті, бүгінгі брифинге қатысушылар. Енді бүгін, біз шамалы форматты өзгердік байқадыңыздар, біз армайы сарапшылар чахырдық, жаңағы біз нәңмемізін бүгін тақырып ташу үшін. Сіздерінде табылай көрді, аның арысе қатысушылар, біз черный шамалық тәүдік байқадыңілдің барханның өзіндің бірі көмірі көрдіңбірде бүгінгі копия bıғадыңыздар. и какие, возможно, инфраструктурные или институциональные барьеры еще остаются на этом пути? Спасибо. Спасибо за интересный вопрос. К этому проекту, я так думаю, уделяется очень много внимания. Турция является одним из ключевых звеньев на этом пути. По мнению экспертов, торговля между Китаем и Турцией к 2020 году может достичь порядка 100 миллиардов долларов США, то есть существенный потенциал. И, конечно, мы здесь должны обеспечить очень быстрый конкурентоспособный сервис. Если посмотреть географически, то с точки зрения конкуренции с морским транспортом или его дополнения между Китаем и Европой, то у нас существенные сроки доставки. То есть, если мы говорим о Турции, Южной Европе или Ближнем Востоке, то и морской транспорт здесь тоже достаточно быстро доставляет. Мы этот сервис организовали. Значит, в этом году мы по расписанию от границы с Китаем отправляем поезда до Актау. Оттуда уже линейными судами или паромами по расписанию также отправляем в сторону Турции и Южной Европы. Конечно, существенный импульс развитию этого коридора придал запуск Баку-Тбилиси-Карс, новый железнодорожный переход между Грузией и Турцией, который позволит оптимизировать все логистические процессы по пути этого маршрута. И, соответственно, мы здесь полностью открываем рынок Турции. Уже в прошлом году после запуска буквально сразу начали отправляться контейнерные поезда с нашим зерном в Мерсин через этот новый железнодорожный погранпереход. Мы ожидаем, что вступление железной дороги Турции плюс, как в части вступления ассоциированных членов таких организаций, как Порт Ленингань, логистическая платформа города Ченду, которая на сегодняшний день отправляет очень много контейнерных поездов, позволит нам не то что замкнуть, но существенно расширить географию. Я так думаю, что мы не ограничиваемся какими-то 1, 2, 3, 4 миллиона тонн, мы смотрим на порядка до 10 миллионов тонн и дальше по развитию этого маршрута. Каких-либо инфраструктурных ограничений на сегодняшний день нет. Сейчас отрабатывается очень хорошо вся взаимосвязка между грузинскими и турецкими железными дорогами. Я думаю, что этот маршрут серьезно накатается и с точки зрения цены, скорости доставки и сервиса мы будем конкурентоспособны. Спасибо. Спасибо. Так, у кого какие вопросы еще? Пожалуйста. Айнура Морзовекова, Трансэкспресс, Казахстан. И раньше и всегда уделялось внимание подготовке кадров транспортной отрасли. Сейчас вопрос к гендиректору Союза транспортных, Каната Исмухановичу. Мы постоянно регулярно об этом пишем, о необходимости подготовки кадров, как и национальной компании, как и вузов. Как Вы считаете, как необходимо подготовить кадры в условиях изменяющихся и быстро внедряемых современных технологий? Спасибо. Как Вам сказать, я не педагог, но в общем я хочу сказать, Вы правильно заметили, мы из прошлого года наш Союз транспортных в Казахстане занимается проблемой подготовки кадров, потому что, как Вам сказать, мы резко шагнули из нашего советского периода в новый период перестроечный, поломав практически ту старую систему образования, которая существовала, привнесли западное, но в то же время мы все под законы, акты, все необходимые правила не изменили, большую подготовку не успели провести. И сейчас, вот мы сколько, как ассоциация, работаем с нашими работодателями, у всех проблема, почему у нас идут неподготовленные специалисты, почему они недостаточно подготовлены, даже так ставится вопрос, потому что, во-первых, Вы правильно заметили, у нас ускоряется очень значительно прогресс технический, потому что то, что вчера мы видели на картинках или в интернете, сегодня уже внедряется в производство, сегодня уже испытывается, сегодня уже те вот поезда, скажем, Тальга, которые раньше мы их видели только на картинке, честно говоря, я как железнодорожник, я знаю, что у нас максимальная скорость была 100 км в час для пассажирских поездов, мы считали, что это запредельное. Сейчас он спокойно идет 150 км в час, может идти и 200 км в час. То есть научно-технический прогресс, он сильно пошел вперед, и он как бы обгоняет наше образование. Поэтому работодатели как бы выстраивают требования через Национальную палату предпринимателей. С другой стороны, я считаю правильно, что и вузы, они обеспокоены тем, что их контингент студентов был востребован и получал достаточное образование. Сейчас мы видим много вузов, они кооперируются с иностранными подобными вузами, чтобы люди получали достаточно, как скажем, достойное образование. В этой среде мы, как Союз транспортников, для себя поставили такую задачу, что сначала мы проработаем профессиональные стандарты. Вот то, что с прошлого года это проводит Национальная палата предпринимателей, Министерство труда соцзащиты, Всемирный банк, вместе с Министерством по инвестициям и развитию. После уже их разработки профессиональных стандартов, мы думаем перейти уже к образовательным стандартам, чтобы во всех вузах, где будут готовить специалистов транспортной отрасли, были примерно одинаковые требования. Сейчас же мы видим, что, скажем, вузов, 46 вузов готовят специалистов транспортной отрасли, но, честно говоря, не все они подготовлены, не все имеют преподавателей, база производственная, лабораторная у них готова и так далее. Ну и, конечно, это сказывается на качестве подготовки. Поэтому вот сейчас, я думаю, мы уже созрели к тому, что работодатель, он правильно ставит требования, чтобы выпускник, специалист, он соответствовал хотя бы этим минимальным требованиям, которые у них есть. А дальше, вы видите, скажем, вот Казахстан, ТМЖУ, у них свой есть учебный центр большой, который дальше делает подготовку. Есть Казато, это у Союза международных автомобилистов, у них свой учебный центр. У АНЭК, это союз экспедиторов, ассоциация экспедиторов, у них свой учебный центр, который дальше уже подготавливает специалистов более узкого профиля, более подготовленных для этой отрасли. Ну и, конечно, то, что сейчас Национальная палата взяла НПП в свои руки, этот вопрос, мы надеемся, что как бы вот эту проблему, пробел, который вот существует, он как бы естественный, это нельзя кого-то обвинять, вот этот пробел будет восполнен, и мы получим как бы достойных специалистов, и, конечно же, это скажется уже на самом производстве, на производительность труда и так далее. Спасибо. Вот в продолжении этого вопроса, Юрхат Сергеевич, я хотел у вас уточнить, сейчас вы сказали, уберизация, да, на железной дороге. Вот серьезная проблема. Я как общественный занимаюсь подготовкой кадров, в том числе, вот мы с южных регионов переселяем на север. Ребята закончили колледж, не могут трудоустроиться, у них не хватает квалификации. После диплома колледжа они не могут работать, потому что учат одному, а требуется другое. Вот, как известно, многие международные транспортные компании используют сейчас логистические новые программы, да, с Apple Chain Management, к примеру. Мы дошли до этого, вот президент в своем послании тоже сказал, технологии блокчейн используют, да, то есть важно отслеживать, важно автоматизировать все процессы. Мы готовы или у нас все-таки кадров не хватает? Насколько наша компания сейчас? Спасибо за вопрос. Я в дополнение ответа хотел сказать, образование именно в логистике делится, мне кажется, на так называемый инженерный состав, который ИТР и проф, люди, которые, условно говоря, на терминале, буквально там грузчики, короновщики, так сказать, специалисты. Поэтому не уделять внимания и тому направлению, и этому, это будет ошибочно. Поэтому, как вы знаете, в Атомике структурированы проекты и офлайн, и онлайн обучение. Здесь какая большая проблема, это сами преподаватели. Я был как-то на одном из обучающих курсов в Кимэпе, и там читали логистам сопромат. Я преподавателя спрашиваю, какое отношение имеет сопромат и логистика. Правда, специалист не смог объяснить. Поэтому здесь проблема именно в тех кадрах, имея в виду, учителях, профессорах, которые учат. И я думаю, ближайшие год-два надо этому уделить внимание. Почему? Потому что учить ради учебы – это тоже плохо, когда нашим детям забивает голову не тем. По поводу того, что несоответствие тому, что учатся, и рынок, так надо просто иногда спрашивать рынок, что нужно на сегодняшний момент. Конкретно недавно президент Глуболинка, Сидихан, на совещании в МОНЕ поднял вопрос о водителях. 50% водителей – это белорусы, литовцы в машинах сидят. Я буквально недавно начал изучать, буквально вчера изучал. Это вопрос ментальности. В советское время белорусы и литовцы – это было клондайк. Но неожиданно Казахстан не может там создать большое количество водителей. Но он обязан. Почему? Потому что, вы знаете, через Казахстан проходит большая автомобильная дорога, Казахстан-Европа. И это как раз борьба с безработицей. Что такое водитель? Водитель может в любом месте научиться, какой-то большой квалификации не нужно. Но международный водитель, он должен, помимо того, что он возит грузовик, он должен знать все нюансы Ирана, Китая, все, что вокруг. Если он этого не будет знать, это будет не совсем тот квалификатор. И самое важное, как он обращается с автомашиной. Вы представляете, грузовик 180 тысяч долларов строит с грузом, который столько же стоит, и доверится этому водителю. Там ни одна страховка не выдержит. Поэтому я считаю, что этот вопрос поднят Министерство образования. Как раз частная компания, и министр поддержал. Это должно чуть ли не, наверное, с автошкол, с детского сада, со школы воспитываться. Как пилот для Аэростаны, с детского сада, прям нужно искать таланты. Ну, таланты, может, не обязательно, но в любом случае человек для себя должен. Я хочу быть там водителем. Для нас кажется, что водитель – это какая-то непрестижная профессия, но я вам скажу, в Европе это целое… Ну, вот, я думаю, Кастан дойдет до этого с такими объемами и зарплатами, и, я думаю, решится это все. Здесь очень важен системный подход, и, я думаю, те действия, которые предпринимаются и министерствами, и бизнесом, они правильны. Только надо периодически спрашивать бизнес, что нужно. Делать проверки неожиданные, там, спрашивать. Почему? Потому что бизнес постоянно вынужденно переучивает. А вузы наши, они все почти государственные, они, ну, не факт, что учат тому, что нужно. Спасибо. Ну, уважаемые журналисты, вот у вас есть возможность еще задавать вопросы. При этом вопросы касаются не только железной дороги, да, мы понимаем, что транспорт, логистика – это и автомобили, и авиация, и так далее. Пожалуйста. Добрый день, Гульмира Сарбасова, Международное информационное агентство «Казаинформ». Хотелось бы узнать, за счет каких шагов, мер вы намереваетесь повысить потенциал роста мультимодальных перевозок на Каспии. И второй вопрос. Если говорить о повышении эффективности использования транспортной инфраструктуры Казахстана, то, вероятно, есть какая-то концепция, какой-то комплекс мер. Очертите для нас, журналистов, четко конкретные шаги в этом направлении. Я думаю, я отвечу на этот вопрос. На самом деле, вот в рамках развития транскаспийского международного, транспортного маршрута очень было много сделано по развитию прикаспийской портовой инфраструктуры. Был введен в порт Курык, порт Актау был расширен в северном направлении. Сейчас порядок совокупная пропускная способность составляет порядка 26 миллионов тонн, что на сегодняшний день достаточно большой потенциал. И полностью с нашими партнерами, такими компаниями, как Каспар, железная дорога Азербайджана, технология полностью отработана с точки зрения документации, с точки зрения подачи, уборки всех вагонов, перегруза. На сегодняшний день Каспар является монополистом, это Каспийское морское пароходство. Тем не менее, мы полностью сотрудничаем в этом направлении. Я так думаю, сейчас сама система перевозок через Каспий отработана. Тем не менее, на сегодняшний день мы в пилотном проекте запускаем так называемые фидеры. Это небольшие контейнерные суда, которые, в отличие от парома, на них не будут грузиться вагоны, просто будут перегружаться контейнера, и они будут по расписанию доходить в порт, там, соответственно, выгружаться, что существенно оптимизирует нашу вагонную составляющую по движению по железной дороге. И в этом плане мы продолжим, значит, все наши договоренности, все наши усилия, потому что с точки зрения документов у нас все в порядке, все синхронизировано. Остается наращивать уровень сервиса, информатизации, безопасности на этом маршруте, что, я думаю, перспективы большие, и мы знаем, куда мы движемся. С точки зрения в целом глобального развития транзита, все плановые показатели у нас есть, как я уже отметил, достижение 2 миллиона контейнеров к 2020 году транзитом через Республику Казахстан, и, соответственно, там каскадируется ряд мер по обеспечению подвижным составом. На сегодняшний день мы полностью загрузили казахстанские производственные мощности по производству фитинговых платформ для обеспечения контейнерных перевозок. Будем развивать специализированное производство специализированных контейнеров также. И, соответственно, в связи с этой поставленной задачей у нас есть четкие планы, как все это сделать. Инфраструктура у нас готова. Естественно, будем двигаться в соответствии с посланием президента по цифровизации. У нас есть программа по информатизации и автоматизации всех этих процессов. Внедряются такие системы мировые, как E-Port, сотрудничаем с такой компанией, как Dubai Trade по системе PCS, Port Communication System. То есть все мировые системы, как Ирхат Сергеевич сказал, мы не можем жить в отрыве от глобальных каких-то изменений или глобальных процессов. То есть мы всегда применяем те системы, те новые разработки, которые уже существуют, которые уже внедрены и которые позволяют нам совместить все наши платформы и дать дальнейший импульс для развития. И, соответственно, как было отмечено в послании развития блокчейн, это совершенно новые передовые технологии. Я так думаю, что нам нельзя уже идти проторенным путем. Мы сразу будем, используя опыт других компаний, сразу будем двигаться уже более передовым, продвинутым решением. Спасибо. Канад, есть мой канал. Я немножко дополню. Дополню очень хороший вопрос. Нет у нас всеоблемлющего, большого комплексного плана развития транзита для всех видов транспорта. То, что Санжар Бахович сказал, это по железной дороге. Там все четко понятно, расписано, у них есть точки зарождения, точки погашения маршрута транзита, какие, как сказать, направления новые осваивать и так далее. А в целом, вот то, что я вначале говорил, если бы у нас было бы Министерство транспорта, которое вот это все группировало, а так у нас что сейчас идет? Железнодорожники, те грузы, которые у них есть, и те клиенты, которые к ним обращаются, они ездят. Автомобилисты, они везут своих клиентов, которые к ним обращаются. К морю, ну там море все равно, или через железную дорогу, или через автомобильный подъезжать. Воздушный у нас вообще он не представлен. Вот здесь сидящий, я сомневаюсь, что кто-то знает, что как перевозить грузы воздушным транспортом, понимаете? То есть такого координатора развития транзита, развития вот этих перевозок, развития вот этого всего, что нужно, комплекса мер, у нас, к сожалению, нет. Хотя вот даже в таких маленьких странах, как я говорю еще раз, Литва, Киргизия, у них есть Министерство транспорта, они этим занимаются. У нас раньше была комиссия при премьер-министре, по-моему, ее тоже упразднили по развитию транзита. Сейчас есть комиссия по развитию экспорта, но под развитию транзита, или международной торговли, сейчас как бы такой здесь тренд на том, что говорит международная торговля, там это экспорт, импорт и транзит. Вот такого у нас большого нет, к сожалению. Вы важную проблему подняли. На самом деле, вот координирующий орган, то есть Казахстан, имея огромный потенциал в транспортно-логистической сфере, наверное, после нефтяной сферы одна из перспективных, не иметь соответствующих ведомств, конечно, достаточно проблем. Пожалуйста. Я хотел дополнить, и вот как раз по supply chain management, мы должны понимать, в логистике не бывает мелочей. И хотелось поднять вопрос, чтобы наши предприниматели, они были, так сказать, услышаны с точки зрения того, что логистика, она нужна для них. Транзит – это бизнес глобальный, там, я думаю, государство зарабатывает, большие цифры, но вопрос стоит о том, чтобы наш бизнес поддержать в экспорте, в импорте, и чтобы его расходы все-таки… И направление мы какое делаем? Это вот пром-логистика, ритейл-логистика и агрологистика. Почему? Потому что в данном случае наши предприниматели, они имеют достаточно… Я не говорю про крупных глобальных там нашей компании, Косынк, Металстил, там, наверное, очередь стоит из логистов, но наши простые предприниматели, которые вывозят, я знаю, КРС, баранину, мелкие отправки каких-то продуктов питания за рубеж. На самом деле логисты, логические компании, в частности, КТЖ, они не сильно интересны, потому что там партии маленькие, вот эта холодовая цепь, то есть это очень быстро порчащий товар, и, в принципе, КТЖ недавно, год-два назад, контейнера с температурным уже не купила. И я думаю, что в данном случае надо продолжить работать над созданием продуктов для предпринимателей. Простой пример, там есть анклавы, где у нас экспортируется баранина, говядина. То есть мы должны создать хабы, чтобы предпринимателям не просто за большие деньги поставлять туда контейнеры, вагоны, а чтобы все-таки наш оператор, логические лица КТЖ оптимизировал. Второй вопрос – ретейл. У нас уже вот контейнера логистики, я знаю, занимается, обеспечивает эти наши фестфейшн бренды в торговых центрах. Он обслуживает Макдональдс, уже полностью под ключ. Хотелось бы, чтобы это было по всем городам, и предпринимателям было удобно работать. Плюс, я думаю, вот это решение этих направлений – это важно для инвесторов. Инвестор, придя в любой город, он спрашивает, где терминал, какая развязка, я смогу сюда привезти, вывезти. И, соответственно, это вторая задача, которую глава государства составит. Поэтому на вопрос о supply chain management – это как раз кадры. Кадры, которые нужны не только в логистической компании, но и в простой компании. Почему? Потому что ошибочно, когда говорят, что внутри компании логисты не нужны. Кто-то должен подготовить вот этот продукт, чтобы он был по графику изготовлен. Сначала, естественно, продан. У нас в советское время сначала производили, потом продавали. Сейчас время поменялось, надо продать, а потом начать производить. Чтобы он был продан, упакован, структурирован, и логист уже перехватывает и делает. Вот эта проблема, она очень важна, и здесь наше слабое звено. Почему? Потому что, если правильно, ну, открыто надо говорить, Москва сразу не строилась, и КТЖ в этом случае идет очень большими темпами. Мы знаем, что терминалы специально для этого строятся, колл-центры, онлайн-сириум-системы, заказов. Вот, и я думаю, предприниматели к тому моменту подойдут, когда они, нажав в лаптопе своем соответствующие цифры, закажут такую услугу, ей не будет болеть голова за подачу вагону, что вот эти, за какой-то, не знаю, коррупционные какие-то вещи, за то, что потерялся груз, и это все будет решено. Почему? Потому что бизнес, он должен принимать хорошую услугу в виде логистики, и это будет, тогда предприниматель будет доволен, у него будет меньше рисков, у него будет меньше расходов. И я думаю, вообще, сама отрасль логистики, она служит бизнесу, и в данном случае она, еще раз хочу сказать, она должна постоянно спрашивать бизнесу, вы довольны? Нет. Нам интересно, мы вот это делаем, вот это делаем. Я думаю, КТЖ постоянно это опросы делает, изучает новые технологии, и хотелось, чтобы они продолжили эту работу. Спасибо. Вы разрешите, в продолжение, Ерхат Серикович, вот сегодня на брифинге представители и ведущие национальные компании, ведущие в области создания мультимодальной логистики, и представители и бизнес-сообщества, и институциональных инвесторов. Вот задачей СМИ для себя я вижу разъяснение того, что делается в масштабе страны, в масштабе отрасли или в масштабе национальной компании. Мы прекрасно знакомы и с цифрами, и с проектами, о которых и вы рассказываете, и мы много об этом и сами пишем, и читаем. Задачу я вижу в разъяснении. Для бизнес-сообщества то, что начал Ерхат Серикович, какие плюсы, что вообще в себе несет развитие и вообще внедрение этих масштабных проектов. Какие плюсы для бизнес-сообщества, а для нашего всего населения и для общественности понимание того, что развитие транспортной инфраструктуры локомотивом тащит на себе развитие любой отрасли экономики, что в конечном итоге на каждом из нас, как гражданине нашей страны, должно и будет отражаться. И задача нашей СМИ, которая специализируется на транспорте, это разъяснять, это доносить. И вот так как мы много говорим о логистике, а логистика – это симбиоз разных видов деятельности, разных видов транспорта и терминальной сети, и складской деятельности. Но вот хотелось бы отметить в том числе и автодорожную сферу. Практически половина доли объема международных перевозок на данный момент – это делается автомобильным транспортом. Канат Есмуханович, вы могли бы оценить на сегодня состояние автодорожной сферы, и что делается для улучшения объектов именно автодорожной инфраструктуры? Потому что там задействовано большое количество сотрудников, работников и населения. Пожалуйста. Хорошо, спасибо большое. Действительно, вопрос такой очень нужный, потому что, с одной стороны, мы много строим дорог, сейчас особенно программа «Нурлжол» идет, где-то в 2019-2020 году она должна кончиться. Улучшается и состояние автодорог, качество их, новые дороги строятся, но при этом придорожный сервис, он остается как бы в том плачевном состоянии, которое он был раньше. Раньше, конечно, он нас, наверное, устраивал, нам достаточно было вагончиков, которые там были, какие-то маленькие кафешки, заправки и так далее. И на этом, как бы, этот сервис останавливался в свое развитие. В 2014 году был принят закон, национальный стандарт по содержанию дорог общего пользования и по придорожной инфраструктуре. Он вступает в действие середины 2018 года. То есть, 4 года дано бизнесу для того, чтобы они подготовились. И согласно этого национального стандарта, этот придорожный сервис, объекты придорожного сервиса разбиты на 4 категории. То есть, там на определенных расстояниях должны быть и мотели, не только заправки, там и мотели, и заправки, и пункты медицинской помощи и так далее, и так далее. На определенных расстояниях достаточно там заправок, пунктов питания и так далее. То есть, с одной стороны, вы правильно говорите, это рабочие места, развитие как бы нашего сервиса, нашей сферы услуг. А с другой стороны, многие западные, особенно автомобилисты, почему они к нам не едут? Они потому что говорят, там бескрайняя степь. Вы посмотрите, у нас как только бураны, все у нас в Октябрьской области, там заторы, здесь заторы. Это тоже самое сказывается на качество оказаемых услуг, на развитие перевозок. Поэтому они к нам едут с опаской. Сейчас же, согласно этой программы, согласно планов, активно включился Казавтажо, все объекты паспортизированы, и теперь они приводятся в это соответствие. И вот с середины этого года, когда начнется уже приемка в этот стандарт, на все эти объекты будут введены электронные, составлены электронные паспорта, и каждый водитель уже своей карте будет видеть, ага, на трассе, скажем, Западная Европа, Западная Китай, где у них есть стоянки класса А, Б, С, Д и так далее. И он на это будет уже ориентироваться. Где у них ремонт, где СТО есть и так далее. Ну, то есть это тоже качество услуг, это тоже как бы наша инфраструктура, не только дорогу построить, а чтобы и вокруг все это было. Ну и хотелось бы, конечно, мы чуть-чуть вот это забываем, все грузы и грузы. Дороги, транспорт, это и мобильность населения. Это мобильность. Раньше столько людей не ездило, потому что были, ну, как сказать, неудовлетворенные состояния дороги, поезда не отвечали тем запросам, которые сейчас есть. А в настоящее время мобильность очень возросла. Очень возросла. И это, с одной стороны, я считаю, это правильно, это должно быть, потому что мобильность – это не только интернет, а это именно средства передвижения, чтобы мы могли до любого региона нашей страны доехать, ну и как бы ускорить решение своих задач. Спасибо. Вот я вчера встречался с молодым предпринимателем, вот интересно по этой теме, они сказали, сейчас есть Алибаба, Алиэкспресс, можно любой товар запросить, купить через интернет, найти производителя. И говорят, раньше было так, легче довести с Китая до Европы, чем до Казахстана. Вот мы близко располагались, но не могли. Вот теперь, я думаю, у нас возможность есть, это для малого бизнеса. Те, кто небольшими партиями занимается, это, конечно, большие возможности. Мы чаще всего, когда говорим про логистику, транспортные перевозки, мы думаем о нефтяниках, о зерновиках и так далее. Это как раз возможность для малого бизнеса в том числе. Так, у кого вопрос? У нас как раз время. Пожалуйста. Так, пожалуйста. Информационный портал СКЕР.Инфо. Хотела бы задать вопрос Ерхату Сеерковичу. Я слышала, что для повышения эффективности авиационной сферы планируется внедрить английское право. По-вашему, изменит ли он функционирование данной сферы? Спасибо, хороший вопрос. Есть такое в школе выражение, перемен слагаемых сумма может не измениться. Если к этому подойти формально, может, наверное, ничего не изменится. Я представляю МПП, поэтому вопрос такой, да, ответ. Но, учитывая, как подошли к этому министерству, я думаю, очень даже качественно. То есть специально создана рабочая группа, я, кстати, в нее тоже вхожу. Вы должны понимать, что авиационный бизнес, вот он больше всего мировой, глобальный. То есть вы знаете, там никаких границ нет, ты вылетел прямо в другом аэропорту, сел, фактически ты не пересекаешь границы, это границы в аэропорту. Вот. И он, в первую очередь, изначально международный конвенциям, всем, что я про эфрейт говорил. Поэтому я, как эксперт, считаю, что это английское право, тем более, вы знаете, МФЦА развивается. И почему в таких темпах идет развитие вот этого проекта, чтобы все-таки в Астане, в первую очередь, было создано все условия, к тем, к которым привыкли эти туристы, гости, инвесторы. Почему? Потому что они, как я сказал, они увидев в Гонконге, они стопроцентно хотят, чтобы так же было в Астане. Соответственно, это наведет к какой-то степени порядок, структурированность, ну и потом унификация. Какая разница, в каком ты государстве находишься, везде должны быть эти органы, стандарты, перевозок, вопросы безопасности. Здесь, конечно, баланс ставится, вопрос в том, что национальный перевозчик Айрастана наш, и открытое небо. Но я думаю, здесь всегда должен быть баланс. И Экспо показало, что, я в частности владею информацией, что даже при том, что было открытое небо, Айрастана поймала очень хороший объем во время Экспо и зарабатывала. То есть есть возможность и нашему национальному перевозчику расти в объемах, но и, мне кажется, откроет рейсы. Почему? Потому что Айрастана все равно не сможет охватить, мне кажется, все города. Нам хотелось со всего мира, чтобы инвесторы на МФЦА приезжали. Поэтому, я думаю, это хорошая вещь. Я вообще приверженец того, что велосипед не изобретать, брать право. Почему? Потому что все давно придумано, надо просто внедрить и адаптировать. Спасибо. Спасибо большое. Вот, уважаемые участники, я думаю, сегодня у нас такой разговор стал. Я благодарю за ответы. Вас за участник. Спасибо. 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 Я хочу поблагодарить площадку СЦК за оперативность, за то, что создали такую площадку, и все вопросы, которые возникают, быстрый доступ к тем, кто способен ответить на эти вопросы. А сегодня вот спасибо спикерам, что пришли, потому что через призму тех проектов масштабных, через те цифры, которые вы говорили, и те факты, Санжар Бахытович, в привязке к практическим вопросам бизнеса, в привязке к практическим вопросам того, что нас окружает, вот показать не просто голые цифры и рассказать не просто о масштабных проектов, но я надеюсь получилось показать это в действии в масштабах и всех других отраслей нашей жизни. Спасибо. Спасибо.